Девушки отдыхают Спасибо за ту активность, которую вы здесь показали. Было очень приятно услышать. Я многое, кое-что восприняла. Даже вот записала многие вещи. Но я хочу сказать, поделиться небольшой работой, которую мы проводим в Российском Союзе спортсменов. В этом году нам 29 лет. И 29 лет я возглавляю, потому что больше таких дураков нету, которые бы пришли на мое место и сбрались и работали с утра до ночи. Ну вот, на следующий год я сказала, что все, хватит. До 100 лет я не доживу, и надо немножко пораньше выйти. Я хочу сказать, что вот и пропеть нашим олимпийским чемпионам. Мы разработали программу такую «Олимпийские легенды детям и молодежи России». Вот уже шестой год, как мы осуществляем эту программу. Причем программа посвящена малым городам России. Вы помните, что только в том году Владимир Владимирович Путин сказал, что достояние к ценностям, так же как и к музеям, большому театру, филиала надо создавать в малых городах, чтобы это было доступно всем. Так я хочу сказать, что мы уже шесть лет занимаемся малыми городами. Где-то в том году вообще за шесть лет мы посетили уже 50 субъектов федерации. В том году только 400 малых городов. У нас круглосуточно, круглогодично. Одна группа приезжает, другая уезжает. То есть вначале не поверили, что приедут олимпийцы. Там какой-то городок, который никогда никто не посещал. Не может быть. Прислали письмо и не ожидали. Сейчас, ну, я не знаю, нам центральные прессы говорят, платите, тогда будем что-то о вас говорить. Но в тех местах, где мы бываем, очень большое внимание уделяется. Губернаторы всегда нас принимают, вот эта группа олимпийцев. Где-то около 100 человек у нас в течение года посещают вот эти малые города. Ну вот сейчас мы должны уже 23-го была группа уехать на Алтай. Но, к сожалению, сказали, что сейчас занятия в школах заморожены. Поэтому давайте перенесем на более поздний срок. Мы занимаемся действительно не только пропагандой достижений нашего спорта. Привлекаем детей к регулярным занятиям физической культуры и спортом. Ну и занимаемся воспитательной работой действительно. Необыкновенный успех. Но мы решили две задачи здесь. С одной стороны, и с детьми решаем, и воспитываем, привлекаем, занимаемся. Форма там разная у нас. И, как это называется, мастер-классы проводят. Потому что у нас очень грамотные выезжают люди, которые по 35 лет, у меня есть олимпийские чемпионы, работали в школе преподаватели. В вузах написали книжку, методику обучения. Вот этой литературы, особенно начальной, настроили спорткомплексы по Газпрома. А некому там преподавать. И когда мы даже такие книжки им начинаем дарить, они в восторге. Кроме того, с этого года мы таким отдаленным школам, которые получаем заявки и избираем, кому, значит, инвентарь. Вот с этого года, где-то на миллион, ну вот таким рублей, по их заявкам, мы отдельным школам начинаем дарить вот этот инвентарь. Первые вот сейчас приехали из, ну, рядом с Краснодарским, Абакани были. Там, ну, это в городе мы останавливаемся, а едем из города по малым городам, потому что там гостиниц даже нету, чтобы туда поехать, в какой-то город, остановиться там. Поэтому мы делаем это все за наш счет, и проезд этот, только у нас люди зарплату не получают. С удовольствием едут. А вторую проблему мы решили для олимпийцев. Знаете, они привыкли войти на пьедестал почета, и хочется им всю жизнь там стоять. Вот теперь такая возможность им предоставлена. И они там выступают, рассказывают про себя там. Ну, в общем, это им нравится, быть в центре внимания и так далее. Так что еще это проблема. Я хочу еще сказать, что я очень много прикасалась к олимпийскому движению в Греции. В Греции и до сих пор живет вот этой идеей Олимпиады, понимаете? Я была там, где, вы же знаете, что сердце Пьера до Кубертена захоронено. Там, в Афинах, на Олимпе, и там побывала, в этих местах. И я хочу сказать, что вас, может быть, разочарую, что слова, самое главное, не победа, а участие, эти слова не принадлежат Пьеру де Кубертену. Это принадлежат слова американскому священнику. А Пьер де Кубертен сказал, ну, вот созвучно вот с этой фразой, побеждающий самого себя, могущий. Он так и сказал, что самое главное, ну, такой смысл его слов, не прийти первый среди всех, а самое главное, что когда ты финишируешь, ты сказал себе, я сделал все, что мог. То есть, могущественный человек, он преодолел все это до конца и победил самого себя. Вот такие слова принадлежат Пьеру де Кубертену. Ну, Пьер де Кубертен, правда, был противником участия женщин в Олимпийских играх. Так что здесь, с этой стороны, стоит его покритиковать. Знаете, одного выдающегося волейболиста, Коваленко Виталий, спросили в настоящее время, слушай, ну, что надо, чтобы наши хорошо играли, он сказал, отменить деньги. Как только в спорте появились большие деньги, не только в Олимпийском движении, но и в футболе, как только в футболе стали крутиться огромные деньги, вы видите, что произошло, да. Сначала свергли президента международного, потом полез туда Европейский, на это место, а на него уже там тоже досье набрали, его вообще из Европейского лишили там на сколько-то лет быть президентом. Вот такие дела творятся во всем спортивном движении. Поэтому надо, если мы уберем деньги, то вернемся к тому Олимпийскому движению, которое раньше было. И еще я хочу сказать, что такое традиция. Традиция – это связь прошлого с настоящим. Вот уже где-то в 70, нет, после 72-го года, 76-го года, стали убираться какие-то традиции в Олимпийском движении. Ну, наверное, товарищи Манецки помнят, как они не могли ходить на территорию женской деревни, да. Вообще ни один мужчин там, ну, 64-й год, ты еще помнишь, наверное. С трудом, наверное, но вспоминал, не помнишь, но скажу. Вот, а уже всем, как только стали профессионалы-баскетболисты участвовать, и все должны были жить в Олимпийской деревне. Как только спустили профессионалов и спортов, первый – это баскетбол, вы знаете, как американцы, не заходили жить уже в Олимпийской деревне. Они там в шикарных гостиницах разместились, и уже у нас не только в разных домах, а на одном этаже жили уже и мужчины, и женщины. А раньше даже работников не было на территории женской деревни из мужского пола. Ну, я думаю, что мы тоже здесь виноваты в том, что, ну, на нас так все обрушилось, потому что я думаю, что мы какой-то оппозиции занимаем, не атакующие, а все время как-то защищаем и пытаемся, мы это исправим, мы это исправим и так далее. Вот даже было одно время решения, что наши спортсмены, пробил там Иван Иванович, бывший начальник главы ПДК, что в дипломатической академии по окончании спорта могут учиться наши спортсмены изучать язык, и потом они будут в разных комиссиях, в федерациях международных, в МОКе и так далее. Но что-то сколько закончила, я ни одного ни в комиссии МОКа нигде не увидела. Все равно посылают функционеров. Я вот вчера попала с книга «Олимпийский вестник» прошлого года. Я опять вижу, советник, помощник, там это, того-то, того-то, избраны в комиссию. Так что вот здесь, конечно, надо работать в этом направлении, очень много. И вот этот допуск по медицинским показателям, да, допинг принимает это, а кто-то с трибуны в МОКе выступил из нашей страны. Почему? Владимир Владимирович, я слышала, он сказал, что это безобразие, пора прекратить. Как-то счастливо у нас изберут туда, и так счастливо сидят. Я понимаю, что если будут выборы какие-то, активных людей не очень выбирают. Вообще там такая коррупция существует. Вот я была, ну, вернее, участвовала здесь у нас несколько лет тому назад, такой создали организацию Всемирная ассоциация олимпийцев, ВАО, Всемирная ассоциация олимпийцев. Там голосование, там уже американцы договорились с африканцами, семь человек, члены сполкома, седьмой проходит с пятью голосами. Потому что первые два голоса по договоренности, они все уже договорились, они друг за друга голосуют. Значит, по-видимому, сейчас, по-видимому, надо тоже нашим представителям менять систему. Значит, те, которые развеют спорт, больше представителей и так далее. Иначе мы с места не сдвинемся. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Я вам хочу пожелать всех успешных выступлений. Надеюсь, что ваши ученики будут защищать, правда, спорт не для здоровья, но будут защищать честь нашей страны. Спасибо.